Элизиум Гейминг 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 Нет, Йонусомфан не вернулся. Акс для Данска. В сложную, как я понимаю, отправляется Лимб. В мид отправляется на Бристлбеке вместе с Хэндскином на Виспе или Эра. На СФ пойдет в мид. Ну, больше, конечно, верится в Эру в миде на СФ, а на лайне смело может отстоять и Бристлбек. Так, Силкит играет у нас на Скаре с маги. Ну и Данск, новый стендин команды NAP, который только в прошлом матче подключился, играет у нас на Аксе. Со стороны Элизиум забрали уже Венжфул Спирит, себе Рибу берет, ПГГ берет Туско, Лолик, Тимберсол, дальше Клифф на Вайпере, ну и Травка будет играть в Пугной, фармящий Пугна. Юзали эту стратегию, юзали Артстайл, в принципе, юзали Нави, хвост неоднократно, он играл на Пугне, ну, Травка не хвост, а Элизиум, конечно, не Нави. Глянь, как реализует, но тут, если пропрет только команду Элизиум, нормально так, по настроению будет матч, тогда, конечно, стоит верить в какие-то результаты. Пока что ничего интересного Элизиуму не показали. Я не топлю за NAP, мне абсолютно фиолетово, кто здесь выиграет. То есть болеть ни за одну, ни за другую команду не буду, потому что личных симпатий ни с одной, ни с другой стороны нет. Просто по игре прошлой можно понять, что NAP гораздо мощнее по скиллу. Весь состав такой, что всех игроков команды Элизиум вообще не ощущают. ПГГ собрал серьезных ребят, ну, как я думал. Казалось, что ребята пока что не по шансам, конечно, драться против NAP, против таких серьезных коллективов, как NAP. Сейчас скажу, кого там, кстати, Элизиум прошли в свое время. ПРов у нас Элизиум наказали, ну и NAP, вторая команда, которая у них на пути, глянем. Возможно, я ошибаюсь, возможно, Элизиум во второй катке накажет Нипов. Матч против Power Rangers у нас состоял из двух встреч. ПР ни одной катки не взяли, 0-2 прогорели. Ну, и у ПРов не лучшие времена тут, безусловно, это не обсуждается. У ПРов уходят важные составляющие, такие, например, как Санейка, который отправился в Na'Vi и теперь исполняет роль саппорта в этом коллективе. Na'Vi вообще там забрали всех по чуть-чуть из топ СНГ коллективов. Empire только не трогают. Но я думаю, не по зубам вообще сейчас Na'Vi трогать Empire, потому что по уровню Empire намного сильнее новей. Это, наверное, не обсуждается. Кстати, удивительно, но Empire казались мне вообще сейчас той глыбой, которая СНГ коллективов неподъемная совершенно. Однако, 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 вчера или нет, позавчера у нас ВП, нет, вчера, да-да, вчера у нас ВП Polar смогли наказать Empire. И выиграли у них 2-0 в серии Best of 2. Это было, по-моему, на саммите, если я не ошибаюсь. Вот, ну, значит, Empire, конечно, непоколебима. Но по уровню игры тут, опять же, Dota такая игра, что ты можешь быть вроде бы в порядке уровнем, и скилл крутой, но где-то что-то не пошло. Где-то по фарму просел, где-то сделал неверное решение и расстановку по лайнам, не самую корректную. Ну и все, сыпешься себе и сыпешься. Тоже, в принципе, было и у Империи. Ну и так, конечно, Empire на данный момент, наверное, наиболее яркий коллективчик. Нави вряд ли смогут у Империи кого-то забрать, как было в свое время, например, с тем же Фаником. Когда, как я понимаю, просто поманили у нас пальцем Фаника, и Фаник сказал, ну, что, ребят, это Нави, что я могу поделать? Меня позвали Нави, все. Вечеринка окончена, катайте без меня. Ну и Умпайр там с потерей Фаника дела стали такие же, в принципе, как и были с Фаником. Хороший среднячок. Правда, без шансов на какие-то нормальные выступления на серьезных турнирах, таких как International. Сейчас же Empire представляет ударную силу, которая на TI может, во-первых, прямой инвайт получить, во-вторых, там на The International 5 даже войти в группу призовую. 8 команд у нас. Да даже не 8, по-моему, там 10 или 12 коллективов получают денежные призы. Но Empire проезд себе точно должны отбить. Не так, как ВП на прошлом International, когда поехали получать Wild Card, а в итоге сыграли две игры и остались просто как зрители у нас на International. Ну, говоря об International, а Elysium вообще тут, я думаю, не стоит даже вспоминать. Наверное, цели какие-то ставятся где-то на бумажках, попасть на International, выиграть один турнир, второй турнир, третий. Нет, это не тот коллектив, который может сейчас серьезно соревноваться с топ-коллективами Европы даже. Я уже не говорю о Китае. Да и Анайпин, вряд ли у нас на китайском уровне что-то из себя будут представлять. Пока тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться. А из Нипов кого-то кикнули, что ли? Нет, никого из Нипов не кикнули. У Йонаса Мфана отвалился интернет. Вот, и вместо него зарелодили игру, и вместо Йонаса Мфана подключился Данск, доиграл там 2-3 минуты на Клокверке. Теперь играет на Аксе. Данск, доиграл там 2-3 минуты на Клокверке. Ну, еще один ремейк. Отвалился на этот раз Бристлбэк. Видимо, еще один стенд-ин будет. Да, перезапускается игра, пока музыка, графика, не переключайтесь, через 2 минуты вернемся. Тут как-то вообще проблематично. Все, ребят, получается. Посмотрим. Возможно, будет что и поинтереснее. В следующем ремейке. Ну, кстати, Данска здесь убивает. Вот, пожалуйста. Правда, сами игроки, что Нипов, что Элизиум, это не увидели, а мы увидели. Будем всем рассказывать. Ладно, пока графика, музыка, 2 минуты, и врываемся на доту. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 У нас Тимберсоу забил Тимберсоу убивает Данска, играющего на Аксе Неужели на топ у нас смещались Или Акс отправился в нижний лайн Решил помочь своим тиммейтам В итоге развалился Так, у нас врыв пошел в Тимбера Лолик на половину хп уже проседает Ну и Хэнскина проблема Хэнскин может здесь отъехать Хотя Пабло уже очень неплохо навалял у нас Лолику Тут еще один спрей Лолик умирает Вот, пожалуйста Еще один спрей и Лолик умирает 2-1 становится счет Отменяет ТП сюда Кто это был? По-моему, Пугно туда собирался Нет, Травка на месте Может быть Рибо А может быть, в принципе, и ПГГ ПГГ играет на Туске Полноватый герой как раз для ПГГ Пошел с Аксом, Драться Второй левел у нас у Туска И третий левел для Акса Троих на себя агре и убивай всех Нет, Данск у нас просто Сливается по хп, сноубол в него Ну и расковыряли Втроем, в принципе, Акса можно убивать Причем на любом левеле Можно На ранних так тем более У Акса там Берсеркер Коу в 1 Ну и Хеликс в 2 По стандарту идет Акс Но вывести троих сразу нельзя Тимберсоу уже 4 раза в него плюнул Бристалбек Еще и спрей на нем висят Еще и 5 спреев Ну еще один удар Нет, убивает у нас лолик Бристалбека И Хенскин отсюда бежит 5 стиков Лолик может у нас дальше гнать Хенскина Ну и все Дабл килл для Тимберсоу, который стоит в соло На легкой линии Это уже 4-1 для лолика Вот это лолик Элизиум 5-1 выигрывает у своих оппонентов Полторы тысячи по золоту По экспириенсу Тоже полторы тысячи В пользу Российского коллектива Силкит Ведь у нас ПГГ Пошел по нему Аркан Болт Голби тут даже Ну и Дан Скагрит на себя ПГГ Улетает у нас ПГГ Куда? На Эру И бежать отсюда быстрее Но Эра наверное не простит нас Плесгоу гейм В итоге Силкит забирает себе фраг У Травки появляется Аркан Буци Ну и Тавр тоже скорее всего для него Дут ли дефать? Ну Дан Ск попытается заденайть Не очень хорошо это получается Потому что очень классно Все Травка сделала Отправил в Астрал на Сакса Продамажил Тавр Продамажил Самого Данкса Дан Ска Лолик на Тимберсо 220 сверху Есть по золоту Аркан Буци есть Боттл есть Хилинг Селф Стаут Шилд У Пугны Тем временем Имеется Аркан Буци Имеется Рингов Базилус Ну и Брасер пока не приобретает Возможно и не будет приобретать У нас Пугна Но тут Не лишено смысла выходить в аганим Как я понимаю Есть в принципе у кого Насосать Пугне Для этого парень и пикался У Вайпера Уже готовы Пауэр Трэдс Просто Курьер еще не принес Стэши лежат Необходимые артефакты Рейсбэнд есть Танго есть По золоту больше ничего Давайте глянем Нетворс На первом месте Эра 3400 у него На втором месте Травка на Пугне Ну и Вайпер далеко Конечно От Эра отстал 222 Только что было у нас у Клиффа Кстати ССФ у нас Нет не ССФ Это у нас Туск Туск убивает Скайросмага И все это делается Во вражеском лесу Решили давить Игроки команды Элизиум Эра бежит у нас От ПГГ В соло ПГГ Вряд ли на Эрус Сможет напасть Ну и Конечно же Сноубол под Тауэр Это перебор К лолику уже боятся подходить Есть Четвертый Тимберчейн В принципе Реактив фармер И Пила Тимберсов вкачан Да всего по чуть-чуть И в итоге В итоге Можно стоять Относительно В комфортной ситуации На топлейне Данск Зажат под собственным Т2 И травка Я так понимаю Будет спамить у нас Незербластом Сейчас будет седьмой левел И можно потихонечку Тавр выковыривать Крипов сносить Да и в принципе Самого Данска Дамажить Потому что он Сто процентов Пойдет у нас И будет пытаться Как-то агрить на себя Как-то Отбивать желание Травке Пушить лайн Соло Данск Не справится Здесь Это сто процентов Потому что Уже здесь есть ПГГ Здесь есть Трибо Единственная проблема Команды Элизиум На топлейне То что Ворваться Все вместе При помощи Сноубола Это действительно Пятьдесят на пятьдесят Будет ли смерть Или не будет Кстати СФ у нас Забирает Тимберсов И Для Эйр И еще Становится 1-0 Первый фраг Для него Хенскин Отправляется на топ На Акса Выходят Данск Хилится Через тизер Через оворчач ПГГ Стопят Данск Уже практически На половину ХП Отхилился Хенскин Будет более чем Полезен В данном матче Я думаю Врываться будет Акс Куда только Душе будет угодно Не только Акс Но и Бристлбек Вместе с СФ Это сейчас Бегает вместе с Бристом У нас Висп А немножко позже Дела будут Совсем Иначе Я думаю Там Под СФ Можно будет Смело Юзать Тизер Юзать Оверчардж Ну и СФ С руки Будет разваливать Всех В принципе Уже должен быть Кстати Четвертый Некромастер Нет Только Третий Некромастер У СФ Ну один левел И в принципе У Эры По количеству Дэмэджа Всего будет Предостаточно Эра выходит У нас В Юл Уже есть Водстоун Еще и Тристом На руках Сверху Хэнскин Соло Решил подфармить На урну Как я понимаю У Бристолбека Есть Ринг оф Хелс Есть Таут Шилд Остается 600 Даже 500 До Вангуарда У Скайрос Мага Ничего нет У СФ 450 450 480 После Водстоуна У Акса Есть Транквилы До Даггера Еще собирать И собирать Веншфул Спирит Ничего Пугна Та же история В барабаны Выходит у нас Кстати Травка Меку Кто будет собирать Вайпер Наверное Как я понимаю Да Вайпера появляется Уже готовый Баклер Осталось Хедресс Ну вот Собственно На хедресс Все закупает Необходимое Ну и рецепт Там еще Тоже немало Конечно Золота До рецепта Необходимо Пошел у нас Дамажить Вар Но этого Немного В принципе Сноубол у нас Пошел в Эру Эру пытаются Застопить Ульта пойдет Сейчас от Эры И эта ульта От Эры Расковыряет Всю команду Элизи Эра все таки Погибает Но это за счет Того что Клиф дамажит Невероятно Серьезно За счет Нейротоксина Хэнскин Выживает Хэнскин Отсюда улетает На ЛУХП Улетает Хэнскин Но под отравой Вайпера В итоге Три в два Разменялись Еще и на ЛУХП Скайросмак Надо силкидовать Отсюда уходить Агрит на себя Данск Лолика Лолик пошел дальше Гнать Данск А Данск разваливается Рибу Ну почему не Проюзать стан Не решился у нас Юзать стан Рибу В Бристлбэк В итоге Три в три Подрались Это в пользу Команды Найпи В любом случае Забрали Вайпера Забрали Пугну Основных Фармящих Героев Со стороны Команды Найпи Тоже у нас Упал Сф И Акс Но почему-то Золото Больше дали Команде Элизи Они вообще По золоту Перефармливают Своих соперников На 2 с копейками Тысяч По экспириенсу Чуть менее 500 Выигрывает Найпи Веспа До урны Еще Много Дорогих Дорогих Артефактов Хенскин От дела По фарму Не лучшим Образом Обстоят Акс Там Кого-то Агрил Но я так Подозреваю В лесу Да 2 спауна Крипов Акс До даггера Еще 750 Собирать 650 Точнее Для данных Команда Элизиум Решила выйти И снести Т1 Как я понимаю По нижнему лайну Пошла погоня У нас здесь За силкидом Надо в него Врываться Ну кстати Пугна Как прямая Контраст Скайросмагу Здесь взят Хенскин Сразу же Разваливается Умерли уже Скайросмаг И Висп Пабло Скорее всего Тоже убивают Лолик Гонит у нас Вперед Эру Эра Не ультит До ульты Еще 3 секунды Ну и что Тим Вайп Триплкил От Вайпера И что 14-6 Ничего себе Элизиум Как подсобрались На следующий матч Вроде бы Невменяемый пик Но пока Несут И делают То же самое Что делали Непы В прошлой Карте Именно Снос Строений И попутно Снос Героев Которые Эти строения Собираются Дефать Через Незер Бласт Тавару Сносится Большая часть ХП Дальше Клиф с руки Может Расстреливать Здесь Третий Четвертый Точнее Незер Токсин Подсейв Подхил Уже имеется Я так понимаю У Вайпера Есть Мека Да Еще и Полторы тысячи Сверху Для Клейфа У ПГГ У ПГГ Аркан Буцы 830 Сверху У Лолика Остается Тысяча Да нет Никакая Не тысяча Все в принципе У Лолика Уже готово Потому что Аркан Буцы Сейчас будут Разобраны Тимберсоу А дальше Уже Все что Необходимо Будет Собрать Соберет Ну что На хэкграунд 13 минута Элизиум Поднимается На хэкграунд Команда НАП ГГ Гоу Некст Половину Таура Сносят Но здесь Незер Бласт Травки Опять же Вард Ставится И попробуй Подойди Туда Расказ Скайросмаг Не может Дать У Скайросмага Кстати 6 левел Только-только И не вкачан Не вкачан Мистик Флеер Ну вот Почему Потому что Незер Вард Пополам Развалит У нас Скайросмага Если только Где-то Мистик Флеер Будет Проюзан Сколько Там По мане 350 Это 350 Я так понимаю Pure Дэмэдж Да Нет 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 Это На 4 левеле 1.75 Это 600 Дэмэджа Во Скайросмага Вы шутите Вообще Все-таки Это от страха Умрет Вообще Давать этот Мистик Флеер Команда Элизиум Готова Еще раз Заходить По Ботом Лейну Пабло В панике Дамажит Собственный Тауэр Т3 За Денайли У Акса Появляется Даггер Где Кстати Сам Акс Данск Еще не Принес себе Даггер И я так понимаю Будет сам Лететь Нет Данск Будет у нас Врываться Файт Пока что Развалили СФ Это Минус 5 Уже Для команды Элизиум Это Сейчас Будет Минус Я думаю Минус 6 Как я понимаю Нет Убили Венгу Пабло Не зря Выкупился Хотя Не знаю Зря Не зря Убил Венжифул Спирит Брист Полетел У нас Догонять Травку Травка ТП Аут И уйдет Никто ему Ничем Не помешает Точно Так же Уходит У нас Отсюда Тимберсоу 2000 за 1 файт Тимберсоу Себе Наковый реал Бладстоун Есть И очень Вовремя Файт Слишком Удачный Для Элизиум Ну все ГГВП Хотят Играть Следующую Игру Элизиум Вот это Я понимаю Игры 15 минут 12 секунд Первая Катка 19 минут Вторая 15 минут Поздравляем Элизиум Зря Я в принципе Червил Против них Хорошие Ребята Шарят В доте Может быть И с пэрами Там Та же История Была Вчера CSW Чудный Вообще Показали Матч Но Давайте О нем Поговорим Позже Поговорим В третьей Катке Надо Будет Рассказать Расскажу Там CSW Тоже Невменяем Абсолютно Пиком Выграли Третью Игру И надеюсь Элизиум Сейчас Примерно Что-то Подобное Сделает Все Услышимся Через Пару Тройку Минут Пока Не Переключайтесь До До связи